МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Появилась информация о том, что создается проект «Идеальный список кандидатов». Проект нацелен на очищение процесса выборов в Украине и создание списка достойных кандидатов. Наш корреспондент Павел Репин присутствовал на презентации этого общественного проекта. И я предлагаю посмотреть, каким выводом он пришел, чтобы иметь представление о проекте. Смотрим. Одесситы будут выбирать в городской совет только тех депутатов, которым реально доверяют. Новый общественный проект «Идеальный список» планирует сформировать ряд будущих кандидатов в депутаты с помощью отбора по большему доверию у населения. Презентуя этот проект, мы создаем некую площадку открытости, доверия, что позволит нам реально изменить правила игры, что реально позволит вовлечь большое количество людей, сделать этот процесс прозрачным и увеличивать доверие к нему. И что нам при меньшем количестве затрат позволит максимально короткие, реалистичные, но короткие сроки достичь изменений, которые мы хотим. Отбор будет проходить в два этапа. Сначала известные общественные деятели, консультанты проекта, представляют своих кандидатов, людей, которым они доверяют. Второй шаг – уже выбранные предварительные кандидаты, в роли исполняющих обязанности депутатов, проявляют все свои навыки в решении городских проблем. По итогам испытаний формируется идеальный список кандидатов в депутаты городского совета. Такой алгоритм позволит отобрать не только лучших в профессиональном смысле, но и тех, кому больше всего доверяют горожане. Каким образом сейчас отбираются кандидаты в депутаты? Вариантов два. Либо кандидат приходит к руководителю организации партии, и с закрытыми дверями проходит его собеседование на тему пригодности к списку. Либо человек приходит на округ и начинает обещать всем, каким он будет хорошим депутатом. Каких-либо объективных критериев, пригоден ли он, профессионально пригоден ли он к такой работе, я не знаю. Публичность кандидатов в депутаты – важный фактор, считают и одесситы. Должен быть очень порядочным человеком. Но это же надо узнать его поступки, понимаете. А так просто, как мы выбираем, неизвестно кого, фамилия и где он работал, и что. А как мы как человека, как его на порядочность, мы же его не знаем. Честность, профессионализм и порядочность – именно эти качества одесситы считают одними из важнейших для депутата. Между тем, назвать фамилию такого кандидата затрудняются. Для него должно быть, прежде всего, это город, влаживать в него, обустраивать. А там уже, как он это будет делать, главное, чтобы делал. Порядочность, деловитость, честность. Хотя честность – это разновидность и порядочность. Порядочные люди меня и окружают, другими просто не имеют дела. Но, что касается деловаров, вот таких вот, на таком уровне, таких у меня нет. Поэтому рекомендовать я ничего не могу. Организаторы проекта призывают одесситов предлагать кандидатуры своих консультантов, которые будут представлять интересы общества. Предложить своего консультанта для проекта «Идеальный лист» можно до 3 июня на сайте ideallist.ot.ua. Павел Репин, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Алексей, вы, как координатор проекта, могли бы рассказать, как возникла идея его создания. Если я не ошибаюсь, такой проект был и в других странах. Я так понимаю, это как бы перенимание опыта. Ну, именно такого проекта не было, но сама идея не нова. У меня в голове эта идея возникла во время общения с президентом польского фонда «Солидарность» Кшиштоф Амстановский во время Майдана, во время одной из самых таких затянувшихся этапов Майдана, когда непонятно было, куда это все идет и чем все это закончится. Он делал встречу с лидерами Майдана в Киеве. И на этой встрече он рассказал, что когда польская «Солидарность» первый раз приняла участие в выборах, у них на каждую должность в стране был кадровый резерв именно от партии, от «Солидарности». Пять человек на место. Это позволило им, придя во власть, практически моментально произвести изменения в стране. Они за первые сто дней реализовали, по-моему, 90-е реформы. То есть они изменили Польшу очень быстро и навсегда. То есть назад, обратного шага не было. Вот тогда мне в голову, во-первых, стало очень печально, ввиду того, что было понятно, что мы готовы сместить предыдущую власть, но мы абсолютно не готовы сформировать новую. Потому что для того, чтобы формировать власть, нужно иметь команду, и внутри этой команды должно быть доверие. А вот с доверием в украинском обществе очень плохо. То есть вот выйди, спроси любого одессита, ну вот как это было, скажите моральных авторитетов в Одессе, вот назовите пять-десять человек, к чему мнению вы прислушались, очень сложно. То есть люди не знают, не то что они не знают депутатов, они даже не знают людей, в основном, к мнению которых они могут прислушаться. Поэтому первым и таким самым долгим этапом проекта, практически полгода он длился, стало формирование комиссии из консультантов. То есть тех людей, которые имеют авторитет в разных кругах одесситов, ну вот в разных кругах, скажем так, общественных движений, гражданского общества города Одессы. Собственно, кто эти консультанты, могли бы вы назвать имена? Да, это люди от разных групп. Например, если говорить от журналистов, это Сергей Брачук, это Игорь Покровский, это Сергей Дибров, это Юлия Городецкая. Если говорить об социально-ответственном бизнесе, то это Виталия Плачко, Деменок Евгений, Борис Ходорковский, если его, ну он, в частности, бизнесмен и занимается общественной работой. Если говорить о, ну скажем, лидерах общественных организаций города, то это Бойко Анатолий, глава комитета избирателей Украины, это представитель института города Кирилл Липатов. Если говорить о людях из искусства, вот только что у меня была встреча с Михаилом Иревой, скульптором, он согласился принять участие в проекте. Вчера подтвердил свое участие в проекте композитор Алексей Ботфинов, известный художник Александр Луитборд. В общем, это люди из разных сфер Одессы, у которых есть определенный авторитет, и они надеются, что все вместе, как одна команда, они будут иметь авторитет у всего города. И это те люди, которые готовы посвятить несколько месяцев своей жизни для того, чтобы найти людей, которые могут стать достойными депутатами, предложить их в проект, посмотреть, как они проходят разные этапы проекта, и в результате посоветовать Одесситам конечный список людей, которые должны были бы стать депутатами этого города для того, чтобы что-то менялось. Но вот вы говорите найти. А где найти таких людей, которые достойны были бы занять высокие посты? Мы говорим, что у людей, которые должны быть депутатами, мы подходим из того, есть два основных качества. Это должно быть два основных качества. Это порядочность и профессионализм. Вот поскольку порядочность можно измерить только если ты знаешь человека лично, ну ты не можешь там, наблюдая человека через телеэкран, сказать он порядочный или непорядочный чаще всего. Точнее то, что непорядочный можешь сказать, а вот то, что порядочный редко, потому что порядочность — это такое качество, которое ты можешь узнать только если ты знаешь человека долгие годы, ну или хотя бы какое-то время с ним работал. Тогда это исключает появление новых личностей в политике? Нет, это абсолютно не исключает появление новых личностей, потому что в составе… Это люди, которые пользуются доверием среди консультантов. А консультанты — это люди абсолютно из разных слоев одесситов. И, наверное, нет такого одессита, которого не будет знать хотя бы кто-то из этих консультантов. Потому что одно из правил отбора консультантов было знание Одессы, знание определенных групп, социально активных групп в первую очередь. Поэтому, чтобы попасть в проект, консультанты будут предлагать тех людей, кого они знают. Кого они знают по их активной общественной работе, каким-то благотворительным мероприятиям, по их профессиональным достижениям. В общем, людей, которые в городе что-то уже сделали. Я вот по этому поводу и хотела задать вопрос. Вот на презентации вы говорили о том, что вот эти консультанты будут предлагать общественных деятелей для кандидатов. Но вообще не секрет, что в Одессе многие общественные деятели заангажированы. То есть они принадлежат к определенной политической силе, либо если не принадлежат, то финансируются. Как с этим справиться? Во-первых, это не будут исключительно общественные деятели. Это будут разные люди, которые активны в общественной среде. Очень многие люди активны, но не слишком публичны. Если брать общий процент людей, которые работают в общественной сфере, и взять из них количество тех, кто заангажированы, то это очень небольшой процент. Просто их чаще видно. А вообще есть очень много людей, которые системно делают что-то полезное для города. И, как правило, делают это тихо, спокойно, привлекая только тех людей, кто им нужен для решения той проблемы, за которую они взялись. Плюс в проекте не могут быть исключительно общественные деятели. Это будут разные люди, у которых есть качества, необходимые для депутата. Мы сейчас формируем окончательно состав этих критериев. Порядочность – это только первый универсальный принцип. Второе – это профессионализм. Люди должны иметь качества, которые необходимы для того, чтобы справляться с очень сложной, ответственной работой депутата. Надо уметь вычитывать проекты решений, понимать, что там написано, какие там есть подводные камни, уметь читать между строк, разбираться, как работает система власти в Украине и в Одессе в частности. Для чего это нужно? Чтобы не получилось, что внешний красивый проект, который назван, давайте условно восстановим что-нибудь в Одессе, в нем закладываются какие-то коррупционные составляющие или какие-то вещи, которые повредят Одессе. То есть надо понимать суть многих вещей для того, чтобы быть депутатом. То есть если это депутаты, которые действительно будут депутатами, а не будут кнопкодавами, как это, к сожалению, происходит сейчас. То есть за них лидер фракции принимает решение, как им голосовать, они приходят и голосуют. То есть независимых депутатов, которые голосуют независимо от своей фракции, голосуют в интересах именно одесситов, а не фракции или партии, или бизнес-группы, которая их продвинула в городской совет, сейчас их практически нет. Я достаточно часто бываю на сессиях городского совета, прихожу просто ознакомиться с этой средой. Ну, выступают буквально несколько человек, все остальные молчат в тряпочку, даже по тем моментам, когда явно происходит грабеж и висит. Когда у нас крали аэропорт, был только один депутат, который вышел и пытался блокировать трибуну. Все остальные сидели и делали вид, что все в порядке. Алексей, я хотела уточнить, поправьте, может быть я неправильно поняла из сюжета, кроме общественных вот этих деятелей, которые являются вашими консультантами, своих кандидатов могут предлагать сами одесситы, и для этого они должны вносить на вашем сайте фамилию. Да, процедура будет следующая. Для того, чтобы человек принял участие в проекте, его должен предложить консультант. Но люди могут предлагать консультантам на рассмотрение те или иные кандидатуры. Есть сайт, который называется «Идеалист от UA», с одной буквой «Л» – «Идеалист от UA». И там есть возможность порадать и людьми, або запропонувать и участник, когда эти оно так называются. Там в гугл-форме можно написать, что за человек, чем занимался, за что вы его предлагаете в депутаты, то есть чего он достиг. Ну, в общем, можно написать о нем все для того, чтобы это заинтересовало консультантов, и консультанты пригласили этого человека на встречу, познакомиться ближе. Вы говорили о том, что отбор кандидатов будет проходить в несколько этапов. Могли бы вы рассказать, что это будут за этапы? Первый этап – это вхождение в проект. То есть для того, чтобы человек зашел в проект, должно быть доверие. После этого, когда группа решила, что да, действительно этому человеку можно дать шанс, информация о нем публикуется на сайте. Тоже этот же сайт «Идеалист от UA». Это будет фотография, биография человека, его декларация о доходах. Для того, чтобы мы заранее уже и любой одессит может эту информацию проверить. То есть если написано, что у человека там в декларации о доходах, что он за прошлый год получил, будучи там работой где-то, он получил, не знаю, там 50 тысяч гривен, а он катается на новом Porsche Cayenne, то у всех участников и у консультантов возникнут вопросы, откуда у человека нетрудовые доходы. Ну, условно. Таким образом мы будем отсекать людей, которые уже завязаны на коррупции, которые где-то принимают участие в каких-то коррупционных схемах. Если человек чист, то это будет видно. Если же человек хоть где-то успел навредить в городе, если он хоть где-то вляпался, если он хоть где-то дал повод засомневаться в своей порядочности, то мы очень надеемся, что одесситы, которые эту информацию будут изучать, об этом напишут. Что, вот знаете, хорошего человека вы предложили, но вот в таком-то году я с ним работал, и его фирма оказалась там непорядочной. Или там условно этот человек в таком-то году сделал то-то. Или вот в таком-то году он работал на такой-то должности и украл вот такую сумму. То есть мы бы хотели, чтобы информация об этих людях была озвучена заранее. Мы хотим уйти от вот той формы, которую сейчас используют политические партии, когда мы узнаем кандидатов за месяц до выборов, когда уже фактически нет возможности влиять на то, кто в списке будет, и мы потом громко охаем, ну как же они могли такого подонка поставить на 15-е место. А вот если бы партии позаботились о том, чтобы заранее разместить информацию о людях, которых они планируют брать в список, и гражданское общество, и журналисты могли повлиять на этот список тем, что озвучить информацию об этих людей, то я думаю, это такая, ну, одна из форм открытых списков фактически, когда есть возможность влиять на то, кто на каком месте будет, публичным давлением. Вот это тот, каким путем пошел Демальянс, когда инициировал вот этот проект. Это будет вторая часть, отбор такой публичный. Я хочу один вопрос задать вам. Вы вот как раз заговорили об открытых списках. Вот как вы считаете, когда примут новый закон о выборах, есть ли вероятность того, что мы будем наконец-то голосовать по открытым спискам? Открытые списки — это то, что обязательно стране нужно, и все понимают, что это нужно. Но далеко не все партии готовы сделать этот политический шанс, потому что они понимают, что в результате, в городских советах, в Верховной Раде будут совсем не те люди, кого бы они хотели там видеть. Это будут не финансисты партий, это будут не партфункционеры, которые ставятся на определенную должность за личное доверие к лидеру партии, а это будут люди, которые имеют поддержку в обществе. Я очень сильно сомневаюсь, что наши сегодняшние партии готовы на этот шаг. Я очень хочу ошибиться. Пускай они примут закон, и это будет закон об открытых списках. На самом деле, а не названный законом об открытых списках. Знаете, у Авраама Линкольна есть такая известная цитата, он когда встречался со своими избирателями, ему говорили о том, что ну вот же уже какие-то происходят изменения, он спрашивал, сколько будет лап у собаки, если хвост назвать лапой? Все говорили, пять. Он говорит, нет, у собаки будет четыре лапы и хвост, просто его называют лапой. Точно так же, если будет принят закон об открытых списках, который не предусматривает процедуры, что человек, которого поставили на 30-е место за счет поддержки избирателей, может стать вторым, то это будет профанация. Но я надеюсь, что он будет принят хоть в какой-то форме. Это то, что давно нужно нашему обществу. Ну, это то, о чем говорил год назад блог Петра Порошенко, собственно, они начинались. Да, будем надеяться, что это будет реализовано. Алексей, Демократический альянс, собственно, выступил инициатором, я так понимаю, этого проекта. И вы говорите о том, что на результаты отбора кандидатов вы не будете влиять. Но скажите, будете ли вы предлагать своих кандидатов от своей политической силы? Давайте начнем со статуса Демократического альянса. Мы инициировали этот проект. Мы его ведем в плане организационном, потому что любой процесс требует организации. Но проект является абсолютно открытым. Мы приглашаем любые общественные организации, любые политические партии, которые действительно хотят изменения в обществе, принять участие в этом проекте. Более того, мы призываем все политические партии, которые декларируют демократические ценности, подписать договор о совместной реализации этого проекта, чтобы все кандидаты, которых они хотят видеть в своем списке, прошли вот эту процедуру, которую мы предлагаем. И, конечно, те люди, кого бы мы хотели видеть депутатами от Демократического альянса, тоже обязаны будут пройти эту процедуру на общих основаниях. И если вот эта экспертная комиссия, которая создана, которая независимая и представляет разные группы деситов, у которых есть авторитет, если они поставят депутатов от нашей партии на последнее место, мы с этим согласимся. Потому что если мы хотим каких-то изменений в городском совете, то депутатами должны становиться наиболее достойные люди. Тем более все люди, которые собираются становиться депутатами от нашей партии, четко отдают себе отчет, что это очень сложная, тяжелая и неблагодарная работа. Поэтому сказать, что кто-то горит желанием отдать пять лет исключительно вот этой работы, и для кого-то это мечта, такого нет. То есть все понимают, что это больше долг, это наш долг перед теми людьми, которые сейчас жертвуют своими жизнями для того, чтобы отстоять нашу страну. Это наш долг перед теми людьми, которые вышли на Майдан, не побоялись, и теми семьями, которые остались без родителей, или перед волонтерами, которые сейчас содержат армию. То есть каждый человек в этой стране, который понимает, что нужны изменения, и у которого есть ответственность, готов чем-то жертвовать. Вот и мы очень надеемся, что мы найдем людей, которые готовы пожертвовать пятью годами своей жизни для того, чтобы изменить этот городской совет навсегда. В частности, для этого инициирован проект, для того, чтобы найти этих людей. У нас есть, конечно, люди, которые достаточно давно занимаются теми или иными проектами, которые будут хорошими депутатами. Но если в рамках проекта найдутся люди, которые будут лучшими депутатами, то пускай будут они, мы будем им помогать. Не вопрос. Могли бы Вы рассказать, собственно, каких результатов Вы хотите добиться? Ну, первое и самое главное – это найти людей, которые готовы делать эту работу, и у которых есть необходимые качества. Все мы понимаем, что эти люди сейчас живут неплохо. То есть человек, который может быть хорошим депутатом, может быть и хорошим менеджером, хорошим бизнесменом, это специалист, который найдет себя где угодно. Это люди, которые сейчас зарабатывают достаточно большие деньги, и которым надо будет отказаться от части этих денег точно, потому что они не смогут уделять столько внимания своему бизнесу или своей предыдущей работе, сколько уделяли до этой работы. Поэтому мы очень надеемся, что мы, во-первых, таких людей найдем, во-вторых, мы очень надеемся, что мы силой вот этих экспертов сможем их взять вот так за грудки, потрясти и сказать, «ты должен стать депутатом», потому что кто-то должен им быть, и вот лучше, чем ты, депутатом не будет никто. То есть мы сможем их убедить, и мы очень надеемся, что за это время мы сможем убедить одесситов проголосовать за вот этих людей, чтобы мы успели сформировать запрос в обществе на изменения, чтобы любая партия, которая будет баллотироваться в городской совет, вынуждена была стоять перед общественным вопросом, а ваши кандидаты прошли отбор процедуры идеального списка, а вы показали своих кандидатов за три месяца до выборов, мы видели их биографии, мы видели их декларацию доходов заранее, они показали себя как люди, которые будут хорошими депутатами. То есть в рамках проекта предусмотрена такая большая процедура стажировки. Фактически каждый участник проекта должен будет выбрать одну проблему, я думаю, больше он не успеет, одну проблему, которая его волнует и в городе, и которую он хочет решить как депутат. Он должен в ней разобраться, если надо привлечь экспертов, сформировать экспертную группу и предложить формат решения этой проблемы. Понятно, часть это будет какая-то общественная работа, но часть это должны быть решения городского совета, потому что без содействия власти, как правило, ни одна инициатива в городе не может быть реализована. То есть свою идею о том, как можно решить проблему, он должен оформить именно в виде решения городского совета, компетентного решения, прописанного по пунктам, с формулировкой, аргументированием, бюджетом, ответственными, со всем. И вынести эту инициативу в городской совет через процедуру местной инициативы. Вот за это время мы посмотрим, как этот человек, ну, про его порядочность мы будем знать на старте примерно, как он говорит условно, как он может себя подать. Мы можем представлять тоже где-то в начале по каким-то достижениям человека, а вот о его профессионализме как депутата мы будем судить по тому, какую проблему он выбрал, какой способ решения он предложил, как оно прописано, смог ли он сформировать вокруг себя группу, которая тоже интересуется этой проблемой, смог ли он предложить действительно действенный механизм ее решения. Алексей, спасибо вам большое за эфир. Я надеюсь, что ваш проект найдет отклик у одесситов и у будущих депутатов, и они действительно будут там новыми лицами. Или, если не новыми, то, по крайней мере, порядочными, честными, и такими, какими хотели бы быть. Видите их одесситы. Спасибо. Спасибо вам. Я напомню зрителям, что у меня в гостях был Алексей Черный, лидер Одесского отделения партии Демальянс и координатор проекта «Идеальный список». Смотрите «Думскую». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова